Музыкальный фестиваль под угрозой срыва. Всю следующую неделю под аппотитами будет проходить музыкальный фестиваль «Биверфест». В этом году на открытой сцене выступят 30 групп из Мурманска, Кавдора, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и даже Стокгольма. Музыканты уже на пути в Заполярье, большая часть билетов раскуплена. Но проведению фестиваля может помешать запрет на нахождение людей в лесу, вступившей в силу несколько дней назад. В ситуации разбиралась Дарья Монастырева. Музыканты из команды «Трико» уже несколько месяцев готовятся к фестивалю «Биверфест». Этим летом выступать им приходилось нечасто. Культурная жизнь в городе на время отпусков совсем замерла. Грядущее мероприятие должно было пробудить и музыкантов, и слушателей из летней спячки. Биверфест, а на русский лад «Бобрятня» ежегодно проходит на берегу Имандры. В этом году на пятидневный музыкальный концерт приедут группы не только из разных уголков России, но и Швеции. Ребятам из «Трико» предстоит играть в последний, пятый день фестиваля. Но рюкзаки собирать они пока не спешат. На сегодня, на 7 августа, у нас уже сгорело около 1700 гектар, и такого сезона не было лет шесть. Несколько дней назад Комитет по лесному хозяйству из-за небывалой пожароопасной ситуации в регионе ограничил доступ людей в лес. Причем это касается как их шашлычников с кострами, так и обычных грибников. Что уж говорить о целом фестивале. Так что поездка музыкантов в последний момент оказалась под угрозой. Хедлайнером одного из дней фестиваля является артист зарубежный, и он потратил некоторые усилия для получения визы. Так что да, на самом деле это будет трагедия. Не говоря уже о простых гостях фестиваля, которые уже сейчас раздумывают сдавать ли билеты или все-таки их держать. На радость любителям музыки, как по заказу, в области грянули дожди. Но они были недостаточно сильны, чтобы снизить уровень пожарной опасности. Максимум в понедельник утром мы примем решение. Все будет зависеть от погоды и будет зависеть от тех договоренностей, которые мы проведем с этими организаторами. То есть это обязательно пожарная безопасность, это обязательно участие наших работников или систематический выезд. Потому что там в течение недели будут проводиться мероприятия. Поэтому естественный ежедневный контроль. Это вот те условия, которые мы будем выставлять. Организаторы, конечно же, согласны идти на любые условия. Более того, изначально было заявлено файер-шоу. Сейчас оно, конечно же, отменено. Кроме каких-то элементов, где вместо огней используются различные диоды, различный неон и так далее. Ко всему прочему, это была именно инициатива организаторов делать все максимально открыто, максимально все согласовывать. Чтобы не было никаких недопониманий, чтобы не было ситуации, когда на следующий год это мероприятие могут закрыть. На решение общих проблем у организаторов и природоохранников времени мало. Участники начнут съезжаться на Имандру уже выходные. А первые выступления музыкантов запланированы на понедельник. Продолжение следует...